всем здрасте мы продолжаем разговаривать про программирование на языке питон для начинающих у нас в общем по синтаксу из синтаксу языка видимо для нашей с вами аудитории практически все потому что и так много до начинающих мне очень хотелось естественным путем дойти до словарей мы дошли до словарей естественным путем вот и пока что на этом остановимся не знаю что будет в следующем семестре боюсь я что придется на этом пока что прекратить но наши лекции продолжаются просто мы вместо языка синтакс языка будем изучать всякие приемы программирования языковой конструкции так дальше и собственно немножко слов о том что такое строки в питоне как они устроены и почему помимо строк есть еще что-то другое на них похоже мы с вами привыкли уже работать со строками переменными по строками объектами мы привыкли к тому что в питоне в общем что угодно можно запихать в строку вам даже что-то странное строка как представление текста да я надеюсь для нас с вами уже достаточно естественным стало инструментом собственно ничего вроде бы никакого подвоха при работе со строками мы с не видеть однако есть некоторая такая не то чтобы скрытая в питоне вообще скрытого очень мало если она вообще есть а скажем так прозрачная для программиста штука а вот как раз прозрачную в питании довольно много который делает нам пользование строк строками удобной штукой вот удобный удобный удобным механизмом но при этом сам этот механизм ну нетривиально скажем так вот смотрите вот у нас есть строка допустим состоящий из включая себя русские буквы вот а как вообще все это хранится в памяти очевидно что в памяти хранятся не буквы да когда вы работаете с компьютером в памяти хранятся только числа вот в ячейках памяти хранятся только числа вопрос только исключительно в том как эти числа интерпретируется чем целое число чем целое число фиксированного размера да там вот сколько разрядов ваш машин столько и хранит 64 разрядные современный компьютер значит вот в памяти можно хранить только 64 разрядные числа ну грубо говоря так вот вопрос только в том как их интерпретировать то есть у нас возникает подозрение что когда мы давайте попробуем такую вещь когда мы храним когда мы храним в памяти строку в ней хранятся какие-то значит какое-то представление наших букв очек вот с которым мы дальше работаем как видите для хранения строки из 11 букв очек питону потребовалось аж 96 видимо байтов памяти ну понятно что частично это заголовок объекта хэш мы с вами помним что константные объекты к ним сразу изготавливается хэш чтобы их можно было удобно использовать словарях и множествах вот еще какая-то инфраструктурная часть от питона так что часть из этих 96 байтов это мета информация вопрос в том сколько занимает одна буква но это в общем довольно просто проверить давайте добавим еще одну букву к нашему с вот и посмотрим сколько теперь она будет занимать значит 12 бук 98 бат при добавлении одной буквой одного символа неважно какого к строке а вот тут вот да интересно почему здесь увеличилось на 4 на 2 тут на 4 а потому что я тут два добавил символа к строке вот соответственно при добавлении любого символа к строке в памяти место начинает занимать на 2 байта больше отсюда мы делаем вывод что то что мы называем строками вернее то что мы называем символом в строке занимает в памяти питон 2 байт те из вас кто может быть когда-нибудь имел дело с такими достаточно немолодыми языками программирование типси паскалю вот этого всего возможно помнят что там все например строки являются строки являются последовательностью именно байтов а тут значит строки являются последствия 2 байтных каких-то штук вот это правда для последовательности байтов в питоне есть отдельный тип он так и называется байт вот это довольно забавный тип поэтому с ним немножко познакомимся значит что такое бойцы бойцы это та же самая строка прям в точности дайте такое сделаем вот которая ведет себя очень похоже на строку да только вот при попытке его вывести вам говорят ой print 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 видите а при попытке вывести байт питон не забывает к эти то что это не строка поэтому давай так б апостров дальше ее содержимое состоящие из байтов дальше пастров закрывающих но в принципе объекты типа байт ведут себя ну в точности как строки потому что вот например как они умеют и даже вот так они умеют или там что у нас давите то есть он они умеют все тоже самое что умеют строки за одним исключением они не умеют русских букв если мы попробуем сделать вот так вот нам скажут знаете как вы это вы оске вводите а больше ничего не вводите вот почему так вот с этим мы сейчас будем разбираться но прежде чем с этим разбираться еще раз повторяю у байтов совершенно полностью эквивалентный интерфейс как и у строк кажется можно написать вот так вот или давайте решеточкой что я написал не так а ну не без плит а джойн вот вот пожалуйста значит мы поспите ли нашу строчку на нашу байтовую строку в список байтовых строк потом поджинили с помощью байты вы же строки решетка получили вот такой вот что единственное серьезное отличие второе байтовых строк от обычных строк первое это то что они в них нельзя написать ничего кроме аске то есть символов с кодом от 0 до 127 на самом деле можно но потом чуть позже так вот единственный еще одно важное отличие стоит в том что наша строка б да и можно брать извините что повторяю из нее можно брать секции это все вот все все так же как все как у людей единственное отличие состоит в том что если мы возьмем один элемент этой строки мы получим число дело в том что поскольку байтовая строка это последовательность байтов а байт это маленькое целое число в диапазоне от 0 до 255 до нет необходимости как у нас было со строками помните была функция орд который показывал порядковый номер буквы в некоторой внешней таблице до орды вот ну и обратно ей функции chr которая позволяла из номера сделать соответствующую строку содержащую одну букву так вот случай байтов это не надо совершенно потому что но этот орд не нужен совершенно потому что когда вы обращаетесь к байту с помощью операции индексирования к байт с помощью операции индексирования вы просто получаете это самое число какая разница таким образом можно например например так написать вы равняется байс вот range ну скажем от 1 ну или ну хорошо от 1 до 40 вот обратите внимание на то как нам представляется давайте очень до 39 чтобы нам да обратите внимание на то как нам представляются символы с кодом с кодами от кстати от 1 от единицы до 1f то есть до 31 значит символы с кодами от 5 единицы до 31 не являются печатными их нельзя вывести в виде буквы они не являются не буквами ничем не знаками вот некоторые из них правда мы знаем являются управляющими скажем перевод строки но это в том случае если это строка на у нас байки вот и поскольку а нет смотрите вот она вот он да вот этот период строки это это возврат каретки где-то еще табуляция должна быть и вот табуляция вон видите то есть помните эти символы мы когда строки проходили это спец символ специально чтобы можно было выводить скажем табуляцию на экран или перевод строки но теперь мы с вами знаем что это просто символ с кодом 10 9 10 и соответственно 12 да или 13 9 10 11 12 13 и 13 вот 9 от табуляции действия перевод строки а 13 это возврат карет а все остальные видите вообще не имеются имен собственных а просто представляются как бэкслэш x то есть сейчас будет шестнадцатеричный код ну и 01 вот это в случае если нам нужно представить эту самую байтовую строку как строку вот а если мы говорим ну скажем 5 ну догадайтесь что будет ну понятно почему 5 элемент равен 6 потому что они с единицами у нас раньше на те единицы был а номера цветет сны вот значит и как я уже сказал несмотря на такое заявление питоновское что а в самом конце дорогой битку бива он спрашивает а это что это символы с кодом 32 33 34 35 36 37 просто они уже печатные все же 32 это пробел ну и так дальше смотрите в минус 1 минус 1 это 38 вот символ с кодом 38 это амперсен кстати сказать как строка он такой же я думаю 38 вот только здесь как видите этот эта строка именно а здесь у нас это байтовая строка так что с ней все проще никого c hr делать не надо вот и здесь вот написано что буквами считаются только символы латинского алфавита это правда но сделать байтовую строку в которой будет символ с кодом больше чем 127 разумеется можно написать бэкслэш x ну это же у нас значит шестеричное число да ну допустим не знаю там да и вот значит у нас такая байтовая строка будет из одного элемента и этот этот элемент будет равен да и восьмеричное то есть 222 вот так что таки нет можно хранить там числа от 0 до 255 просто вы не сможете задать это число в виде какой-либо буквы если она не входит в диапазон аске то есть питон принципиально отказывается понимать какие-то буквы которые вы пытаетесь туда писать если они не не входит в этот самый диапазон то есть от пробела до 127 вот мне на семинаре задали вопрос ну хорошо значит вот у нас есть вы скажем шестое и это число до напоминаю что байт это число сейчас type класс in то есть вот класс bass а один байт этой то время как со строкой все не так вы же помните что у строки элементом строки является строка и мы даже такой дурной бесконечности имитировали на одном из занятий вот мне задали вопрос вот какой а как сделать так чтобы вот я написал вот так вот а мне вернулась бойц я даже сначала потупил сказал что нельзя на самом деле конечно можно вас всего-навсего всего-навсего надо задать сечение понятное дело что сечение последовательности это под последний с того же типа ну вот она и есть ну вот такая вот штука зачем вся вот эта ерунда нужна эта вся ерунда нужна для того чтобы представлять в виде последовательности байтов вообще любую информацию то есть чтобы как какую бы цифровую информацию какой бы вы файл не открыли очевидно что его муку из бы он состоит из битиков их можно как это объединить в байтики и это значит что этот файл можно представить в виде последовательности байтов вот для этого и существует формат который смысле тип данных который называется байт вот еще есть питоне такой дополнительно просто скажу мы им пользоваться не будем тип данных который называется байтеры это такие байты модифицируемые то есть это фактически одновременный и байт байтовая строка и список тоже вот такая вот штука сейчас давайте посмотрим как он работает но в принципе скажем вот это тоже от range но скажем 20 до 60 вот да я намеренно взял частично символы у кота или литерал у которых нету соответствующего вас к кодировке и нам при выводе она пишет просто номер номер да а частично такие у которых есть вот я точно знаю что от 0 код шестнадцатричный 30 вот а что такое шестнадцатричный 30 не помню ну давайте посмотрим значит ну в общем вот да так вот этот самый байтеры он обладает свойствами одновременные строки в смысле байтовые строки ну скажем вот видите он разбил на 2 байтеры по пробелчику тут правда нет ни одной буквы поэтому мы не сможем но но в общем идея понятна да вот и одновременно он же является списком то есть мы можем взять и написать с допустим 12 или там 10 равняется 65 и у нас появится буква а в этом месте с скажем с скажем 15 равняется ну не знаю там 81 80 уже нельзя а 81 и у нас что появится буква q в этом месте вот такая вот такая вот удивительная штука ну и вообще он ведет себя как список его можно можно удалять из него куски вот ну скажем пожалуйста да можно удалять куски можно присваивать ну короче все что угодно можно делать это фактический список единственное что вы должны соблюдать чтобы то что вы присваиваете было последовательностью байтов то есть можно первого так обратите внимание слева байтеры справа байс но поскольку операции присваивания в данном случае распаковывать последователь справа и запихивает ее в последователь слева то ничего удивительного что такая штука работает при этом у байтеры ведется как самый настоящий список он удалил элементы с 3 по 6 и вставил вместо них элементы вот все которые встречались байтеры справа если бы я сюда написал забыл написать ой если я здесь забыл написать букву b вот тогда бы питон на нас вырвался потому что слева у нас стоит тип данных времен байтеры у которого фиксировано данные байты а справа у нас внезапно строка у которой данный как мы уже только что померили не байты вот а что и тут собственно возникает вопрос а почему вообще используем какие-то байты байтеры с какими-то значит вот странными ограничениями что русские буквы туда нельзя то нельзя это нельзя почему бы нам вообще не весь не пользоваться вообще строками только имя кстати сказать во втором питоне было именно так во втором питоне вообще все было строк правда строки во втором питоне были как раз то что мы сейчас называем словом байт это так такой полет почему дело в том что когда мы работаем со строками питон производят довольно как уже было сказано в самом начале лекции прозрачную для нас но не самую простую операцию операцию перекодировки и прежде чем поговорить про строки и кодировки и перекодировку разумеется надо поговорить про кодировки с кодировками ситуация такая историческое происхождение у кодировок следующее когда-то очень давно когда компьютеры были большие деревья были маленькие 2 капиталю очень большая один байт занимал не 8 битов и даже не 7 а как бы не 5 может быть 6 все остальные биты в октете который значит передавался используются для контроля четности потому что системы передачи данных были очень очень ненадежные и нужно было отлавливать даже покажется двойные ошибки приходилось поэтому приходилось с каждым с каждой пачкой битов с каждым с каждым байтом еще служебные биты передавать которые значит описывали какой там был отчетности край был отчетностью этой четкости так на всякий случай потом все до конца в конце концов договорились и байты стали равны восьми битам очень хорошо в эти восемь битов влезает мистера стринг в эти восемь битов влезает в эти восемь битов влезают эти самые циферки некоторые он printable я думаю что вот стринг . printable то что нам нужно вот в эти восемь да за счет восприцать всякие знаки диактрические циферки скобочки к числу печатных видите тут причислены табуляции перевод строки перевод формата backspace и забыл что сигнал был аудиозвоночек все остальные считаются непечатными главное что вы среди этих букв нету не английских только латинские буквы входят в козировку ласки 7 битов это как раз примерно 7 битов занимает один бит все еще хранили для контроля четко наконец они договорились окончательно и этот бит освободили я еще видел операционные системы в которых седьмой бит занят был четностью прям совсем ну и естественно все программисты и пользователи мира которые пользуются не только латинским алфавитом для своих нужд стали в эти несчастные старшую половину нашей кодовой таблицы то есть в эти 128 открывших для них символ впихивать свои буквы вот выяснилось что на свете всех символов которые мы хотим показывать на экране несколько больше чем 128 их там сотни тысяч в общем-то ну десятки точно возникла неловкая ситуация при которой вы получаете текст у него все символы код которых меньше 128 понятно какие тоски а все символы которых больше 128 непонятно какие пока вы не знаете в какой кодировке это самое байтовое последствия вами получен то есть как интерпретировать символ с кодом ну допустим ну не знаю 222 потому что если это был русский текст то это будет одна буква а если это был допустим норвежский текст то совсем совсем другая да или какой-нибудь урду там совсем значит третье где-то значит за спинами этих удивительных людей которые значит никак не могли договориться где чьи буквы и какие буквы в данный момент встречаются с кодом 222 бегли несчастные китайцы корейцы кто там еще ну короче люди с условные японцы японцы бегали быстрее всех как обычно вот люди с большим набором букв в кодировку или какой байт в чем ребята у нас это значит тысячи только основных иероглифов какой байт это хотим больше вот придумали так называемый вайчар эти самые японцы пока суд до дела народ договорился так давайте мы будем считать что вместе с файлом вам каким-то путем передается информация кодировки в которой этот файл вам пришел и тогда вы можете перекодировать из этой котировки в ту в которой вы умеете читать так вот именно этой перекодировкой и занимается питон на постоянной основе когда мы с вами работаем со строками почему потому что внутри питона используется какая-то кодировка очень похожи на стандарт и уникод но ему не равны вот мы уже в самом начале замерили что любой символ в питоне занимает два байта тут стоит сказать что если у вас строка состоит только из оски символов то там символ будет занимать один байт прозрачно для программиста но поскольку это прозрачно для программиста это знание совершенно не обязательно вот как только в строке появляется хотя бы одна русская буква да она тут же начинает быть строкой юникодных 2 2 байт максимум вот мы посчитали у нас у этого с она тут еще есть кстати а это уже байтеры ну в общем неважно да у этого с большинство букв были как вы видите не большинство часть бог был латинский и это никак не помешало от их дурбатности не повлиял вот а допустим в линуксе где у меня допустим линукс вот у нас допустим линукс в линуксе допустим тоже есть представление каких-то русских букв вот они только они в другой кодировки это самый популярный на сегодняшний день кодировка для представления международных символов она называется утф-8 ее смысл состоит в том внимание что часть символов в тф-8 длиной один байт а часть символов длиной 2 байта а иногда бывает даже и 4 по моему то есть вы не сможете по длине массива определить сколько в нем букв как правильно тут советовал тот же бипку бива и советовал говорит на сначала посчитать эти буквы почему некоторые буквы длиной один байт некоторые два некоторые там даже и 4 вот то есть как выглядит текст в кодировке тф-8 давайте попробуем скажем вот смотрите вот это у нас был квер и это был по одной буквочки q w e r прям вот как тут вот они и даже и даже шестнадцатичный код 72 я вас уверяю этом был именно он можем даже проверить но возможно стоит поверить мне на слово до 65 вот он 65 это буква и а вот тут пошли русские буквы смотрите до 184 до 18 б до 0 b 2 до 0 бы 0 что это до 1 и до 0 это маркеры того что у нас нашему тфе пошла кириллическая кодировка а вовсе в этот самый 8 b b 2 b 0 это как раз номер буквы этой кириллической кодировки при этом обратите внимание на то что обе оба числа имеют знаковый бит оба больше 127 то есть вы не можете спутать русскую букву с нерусской потому что русская буква всегда начинается с единичного бита вот но она думать на сначала идет номер региона один из двух кириллических а потом номер в регионе значит 88 букв сколько получается d 14 байтов ups так что даже когда мы с вами просто пишем что-то типа print в действительности вот сейчас произошло аж две перекодировки первую первая перекодировка происходило при вводе когда мы написали фуа мы это написали разумеется в кодировке утф 8 питону т8 в общем не мил поэтому когда питон сформировал объект типа стр в нем уже было записано фуа в питоновском юниколе потом вы сказали принт этого объекта и все пошло в обратном порядке надо его выводить в какую кодировку уводить вот в эту самую вот f8 было сюда вот поэтому если мы скажем пишем на питоне программу да давайте вот тут может быть мне кто-нибудь возразит мало ли что в этом окошке творится мы не можем проверить кодировку в этом окошке на самом деле может вот ну вот пожалуйста мы же можем написать прямо так только не так а python python 3 что там минус c выполнить команду print ну и вот эту самую фуа вот обратите внимание на то что кодировка у нас все мы точно знаем что вот f8 мы только что эту фуа посмотрели как она устроена и тем не менее там внутри питона это фуа сначала преобразовалась в настоящий питонский уникод а потом когда мы сказали ее вывести преобразовалась обратно вот с таким постоянным упражнением мы имеем дело когда работаем с текстовыми данными на самом-то деле понятное дело что такой такой способ представления данных виде строк с постоянным перекодированием туда и обратно не подходит для заявленной нами цели представить любой набор байтов почему какой кодировки этот любой набор байтов если он вообще не текст если эту ну не знаю случайные бойчики которые идут из деврандома или бинарный файл какой-то zip архивчик что угодно да вот в какой они кодировки да ни в какой не надо ничего перекодировать надо прямо так по байт не читать стир не умеет стир должен перекодировать потому что ему нужно создать вот эти вот и негодные объекты 2 байтовые питоновские кстати сказать мы наверное можем вместо орда использовать вот такую конструкцию когда создаем строки ну-ка давайте попробуем сейчас секс 1101 я помню что это был ию до вот мы можем наверное написать так бэкслэш у 44 д только там 0 44 д о и смотрите да значит вот это способ задать внутри строки току строку не байтона строку строку питона прямо по июне юникодному номеру но надо сказать что он вот ну другой какой-то это питон в нем какое-то свое он может быть немножко похож на сейчас покажу что но не совсем во всем кто хочет разбираться в этом дальше советую вот такой ресурс называется юни вью который позволяет просматривать весь юникод юникод это живой проект до которого в конце концов люди договорились переименовали все символы которые бывают на свете и даже некоторые еще продолжают номеровать досмотрите там у них интересные разговоры на эту тему и в этом инструменте вы можете например вызвать выбрать блог вот скажем кириллические буквы и вот на кредитические буквы которые содержатся в блоге основной кириллический там кстати наверное еще дополнительных кириллически ихca 4 штуки дополнительно вот видите какие прекрасные буквы бывают в кириллических языках а мы с вами не знали где моя любимая буквы можно возможно она не в этом наборе но в общем в общем такая очень очень приятный ресурс в нем можно искать по описанию вот скажем ну не здесь конечно а по описанию вот ну как то так короче видя мне где я пытался сетинский но мне сетинский в общем вы меня под да значит ой армения ну их тут много разных все дальше ищите сами ну идея с допустим той же буквой и да вот давайте на нее нет какой мы с буквой в том что дать поищем нет это шестеричный вариант а нам нужен чертишь вот он вот смотрите вот ее 1101 тот самый да а вот ее преобразование в большое uppercase mapping да то есть все правильно вот 1101 то есть питоновские кодировки похоже на настоящий и не код ну окей я рад продолжим мы можем проделать ту операцию которую питон делает подковерно проделаться и он и как подковерная бизнес прозрачном бородать руками смотрите мы можем взять нашу байтовую строчку допустим нет взять обычную строчку и сказать ей текун инкул то есть закодировать ее в кодировку вот вот это значит у нас наша строчка про то что мы тут перекодировали два раза из уникона из youtube и обратно мы забываем будем считать что все все хорошо а вот это ее представление как раз в том самом у тф и потому что по умолчанию была взята вот эта самая локаль который у нас сейчас стоит в системе да мы видим опять код региона d1 и d0 да и буковочки ну короче очень похожи на русские буквы прям как ни на есть я даже попаду думаю что если мы сейчас сделаем хекс дайпик мы увидим ровно ту же самую картину эхо вот этот самый фава цуек смотрите d1 84 до d18 b d0 d2 ну короче этого вот как видите получается объект типа б байтс да что ж такое то вот и мы его можем обратно закодировать бы сказать дикоут раскодировать и он превратится обратно нам в нашу наш фава цуек чтобы закончить с этой темой скажу что скобочки у нас тут пустые почему скобочки у нас пустые потому что была взята взята дефолтная локаль ой господи прости это было снова локаль локаль ой господи дефолт локаль ой вот ру ру т 8 плакали значит слева код страны код языка нет народ код языка код страны русские россии справа собственно кодировка в которой по умолчанию все и представлены я на лекции для в мкшников попытался ее в в рантайме переопределить чтобы не питон перестал перекодировать но он не перестал похоже что то что я тут переопределяю никак не влияет вот на это но короче не разобрался и поэтому с вами это делать не буду в эту локаль происходит перекодировка по умолчанию мы фактически когда мы говорим вот так вот мы на самом деле говорим вот так разумеется это вообще одна и та же операция вот чтобы закончить эту тему скажу вот что а предположим да да я совсем забыл сказать наверняка молодежь ты не знает что на свете существует очень много разных кодировок хотя нет чем не знает молодежи иногда пользуются например windows windows и например используется одновременно в операционной системе три разных кодировки а то и 4 вот во первых там используется у тф иногда во вторых там используется кодировка цепы 1251 вот она 1 байтовая то есть там каждому байту соответствует символ и расположение русских букв в ней там одно а для некоторых файловых систем используется другая кодировка в windows и она называется цп 866 досовская так называемая и там другие паре вот те же самые буквы а значит кодируются другими байтами видите и вот она то самое про что мы говорили видя вот эту строчку мы не знаем что в ней лежит пока не вспомним какая была кодировка если мы декодируем ее с правильной кодировкой получим все что получим хорошо если мы декодируем с неправильной кодировкой получим в общем не очень хорошо а допустим в каком-нибудь линуксе отродясь до тех пор пока не перешли на тф использовалась еще одна кодировка она называлась кур 8 только с дефисом вот и там еще свой порядок этих самых буквы чек короче ну вот такое это все русские кодировки их порядка двух десятков разных на самом деле существовало в разные времена этот все живые русские кодировки вы можете до сих пор например встретить в сетях каким-то батаришки у которых теги в цепи 800 121 дальше что я говорю до сих пор вон же это самое в винде их все три используют четыре там еще винде еще есть настоящий уникод он используется для хранения полных имен файлов файлов системы больших имен в уфате например да ну и вот значит я хотел эту тему закрыть тема стоит следующим представьте себе системного администратора а прошлого тысячелетия сидит он на своем юникс возможно линуксе вот и пользователя пользователь что-то не понимает он пишет системную администратору письмо пишет он естественно в кодировке ацп 1251 поэтому его письмо начинается с со слова вопрос слова вопрос но правда она естественно у него находится в кодировке цп 1255 вот это письмо он посылает с помощью какого-то дебильного мейлера который вообще не выставляет кодировку но потому что какие кодировки байтики они хорошие годные байтики есть не просят поэтому системный администратор получает письмо в котором не выставлена кодировка а в этом кодировка это кодировки письмо начинается с таких-то вот байтер ну что делает мейлер с помощью которого системный администратор читает это письмо это он естественно преобразует его в рунную на русский язык вот в русский какой кодировки но если он сидит в линуксе скорее что там было вот этот самый к и 8р да значит чтобы что читает администратор читает примерно следующее вот это бна пня она десятилетиями было таким ходячим мемом среди админов вот ну потому что наукой потому что бна пня вот такая вот такая вот бна пня значит утф с этой проблемой справился он не справился со всеми остальными проблемами но об этом этом разговора немножко сторонний да ну например он создал проблему подсчета о букв в строке ибо теперь по размеру строки нельзя узнать сколько в ней букв именно поэтому питон утфм не пользуется для внутреннего подставления пользуется моделью и не кода чтобы там вот все они были 2 байт не всем было хорошо ну вот значит про кодировки кажется все да теперь давайте зачем я вообще про кодировки рассказал ну потому что это весело потому что это бна пня потому что мы теперь понимаем что происходит когда мы пытаемся прочесть из файла просто что-то какую-то строчку она не читается потому что питону не может перекодировать и мы теперь понимаем что нужно сделать чтобы эти строчки не перекодировать вообще нужно их представлять в виде байтс а не в виде стр и вот мы плавно переходим к теме собственно файлы но сначала разумеется про текстовый файл давайте поговорим потому что это проще тут хеккс-эдитер жалуется что у него есть до сих порт текстовые файлы к которым он не может подобрать кодировку вам лекциях для вмкшников домашнее задание есть ровно такое когда значит вам приходит файл который из неправильной кодировки перекодировали в неправильную а вам нужно значит догадаться что там было на самом деле да так вот значит файлы с файлы все очень просто файлы как известно именованы область данных которые исторически когда-то очень давно хранилась на таких устройствах хранения типа магнитных ленточек перфа ленточек вот этого всего что в общем файл может было открыть потом оттуда как из потока читать а потом его закрыть это называлось файл с последовательным доступом вот эта метафора файлы как потока дожила до сегодняшних дней и в общем довольно удобная и даже есть один удобный поворот в ней про которую про который поворот я расскажу в конце вот этого раздела значит файлы что делать с файлами вот у нас есть какие-то файлы много у нас файлов давайте мы что ли сделаем так календарь есть есть календарь давайте мы его в какой-нибудь файл и вот он называется фил для простоты да значит вот нас есть файл в нем лежит текст давайте его давайте прочитаем этот файл оттуда как это делается мы пишем вы равняется open open имя файла как нам подсказывает тут питончик фил этого хватит по умолчанию мы открываем файл на чтение на чтение он и будет открыт да значит дальше говорим f . ну там с равняется f . отлично все прошлось на всякий случай его закроем файл рекомендуется закрывать после того как вы его с ним поработали операция read у нас прошла все содержимое файла в объект который теперь называется s вот он ну узнаете да не лишний еще раз напомнить что произошла перекодировка потому что здесь у нас все было в утефе в объекте с все хранится в питоновском unique при выводе все обратно превращается утре вот смотрите какая красота ну мы знаем как она выглядит на эта красота да это просто последовательности последовательности символов и переводы строки поэтому все вот-вот давайте его еще раз откроем почитаем оттуда по строчке и в . read line line жмяк жмяк вот а вот это уже примерно то о чем я говорил когда говорил что файла метафора файла потоковая мы постоянно находимся где-то вот сейчас мы находимся вот здесь в файле и каждая следующая операция чтения будет происходить с того места на котором мы остановились в прошлый раз вот мы если опять напишем read line dance то мы прочтем вот досюда и вот здесь застрянем предлайн как видите читает из текстового файла строчку до конца строки вместе с этим концом строки который он не удаляет хотите удалить его с помощью strip вот довольно удобную штуку построить на просто из файла читать с помощью или два как видите рим прочитал все но урида может быть параметр давайте мы его переоткроем закроем кстати когда вы удаляете вот эту самую переменную и файл автоматически закрывается то есть можно вот так его закрыть вот откроем и скажем я в . read ну скажем от 2 жмяк казалось бы смотрите какая красота я говорю прочти мне из текстового файла 22 а чего два символа ну точно не байта да вот это 4 байта а вот это 2 байта мы это видели давайте посмотрим этот вот тут в начале стоит 6 пробелов вот эти шесть пробелов кстати почему 65 5 пробел вот значит 5 пробелов да а вот тут вот значит ответственно это два байта это два байта это три байта это 4 байта в чем идея идея стоит в том что текстовый файл а мы открыли его как текстовый перекодируется из догадаетесь какой кодировки в на ту в котором искали кстати сказать если у вас есть файл в другой кодировке можно опу ну опу ну сказать в какую сейчас дать посмотрим что тут много говорит право ну много да вот энкодинг можно указать кодировку ведь вот такое да вот такое упражнение и и и в принципе там очень много разных параметров там что-то с не лайном какие-то конверсии еще чего-то ну в общем вот но нам пока интересен только один параметр возможно еще параметр энкодинг который мы можем задать вот это там у тф не утрел вот это все что еще рассказать про чтение из файла пожалуй вот что смотрите мы можем я бы был где там у нас опыт мы можем взять и сказать так for l in f и что при этом произойдет произойдет чтение из файла построчно фактически f превращается в итератор по строкам вот почему у нас тут календарь выводится вот так вот здесь вот с такой разбивочкой но ответ очень простой когда мы говорим print у нас в конце того что мы принтим перевод строки добавляется а у нас этот перевод строки и так там есть видите поэтому у нас там будет два когда мы выведем то же самое можно сделать с помощью есть такой метод f.readlines вот он который возвращает список строк видите список строк и фактически когда вы говорите что файл это последовательность это собственно обращение к readlines ровно к нему вот собственно вот и это что касается чтение из файла теперь давайте попишем файл опять-таки нас будет преследовать вот эта метафора последовательного доступа файл открывается мы туда что-то пишем по очереди файл закрывается получается такая вот последовательность и колбаса набитая нами соответствующими данными вот давайте это сделаем f.open open вот этот самый файл или дайте так файл 2 файл 3 какая разница какой-то фоне важно что что-то такое f.f.f без разницы мы должны ему сказать что мы открываем на запись и что он текстовый давайте пока так попробуем нет надо обязательно как что он текстовый а какой f равно вот видите слоу текст да это значит что по умолчанию файл открывается как текст в означает запись помимо записи бывает еще а пент это значит в него будет запись но в конец потому что по умолчанию запись задирает все вот и еще всякие штуки кажется а пент плюс ну в общем вот в этот момент файл уже по идее должен быть создан вот он файл уже создан но он пустой если ноль пустой файл чем будем туда записывать и в точка в рите в рите что угодно не отдать поменьше а по шмяк 3 байта записал значит функция врать возвращает сколько не байт кстати интересно байтов или или не байт давайте попробуем записать русских букв яйцук 4 не байт в текстовый файл три элемента потом четыре элемента значит всего 7 элементов а байтов будет больше вот обратите внимание что на диске файл все еще нулевой длины мы пишем внутрь каких-то структур памяти в операционной системе не хватало еще операционной системе всякий раз когда мы записываем один байтик файл и немедленно все это кидать на диск так так не работает так работает очень медленно если вам очень хочется чтобы файл который вы записываете обязательно сразу обновлялся на диске используя флаг флаг анбаффер который при открытии можно было использовать а еще можно писать f.flash о после флаша естественно контент обновляется в операционной системе вот но это что не обязательно потому что как только вы закроете файл все там будет нормально вот давайте туда что-нибудь еще запишем отдайте другим способом воспользуемся print допустим zzz и укажем в какой файл печатать вписать файл равняется f обратите внимание f это не не имя файла именно файловый объект того что мы опнали ну давайте еще раз туда что-нибудь запишем и на этом в общем пока остановимся и скажем f.close вот случае если вы открыли файл на чтение вы можете забыть его закрыть он закроется когда удалится объем случае если вы открыли файл на запись обязательно закрывайте его мало ли что операционная система думает об открытых на записи не закрытых файлов тем более что как вы видели она туда далеко не сразу и пишет давайте посмотрим на этот файл вы можете заметить что операция right разумеется не пишет в конце перевод строки но почему мы записали туда три буквы вот туда три буквы и записались потом 4 4 и записать операция print функция print работает так как работает функция print она выводит все объекты файл и дописывает в конец перевод строки поэтому у нас орой цук зызы был первой строкой потому что вот это а про продать а upon и неважно до дальше яйцук дальше за 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 дальше перевод строки потому что это принт дальше игрек и дальше перевод строки потому что это при вот так устроена работа с текстовым файлом я обещал рассказать про одну интересную фишку которая связана с тем связано с понятием последовательного доступа к файлу дело в том что файл как поток совершенно не обязан быть файлом на диске более того файл на диске как раз к нему можно наверное организовать прямой доступ а вот есть разные другие спорты бы передачи данных последовательные которые отлично работают как поток и плохо работают как вот там внутри них там нельзя взять и перемена перемотать на середину вот и соответственно файлы операции открытие закрытие в рай ты вид очень хорошо заходят именно на таких потоках вот одним из таких потоков является стандартный вот стандартного в действительности стандартный вот стандартный вывод а еще и стандартный вывод ошибок это все обычные потоковые файлы смотрите ну допустим рез равняется сис с тд с тд сис с тд-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д . и льет line ой чё это мы весим да мы со стандартного ввода вводим вот то есть для нас операционная система открывает три файла они называются сис с тд-д-д-дс из тд-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д- можно писать ну допустим не знаю там что за 20 а тут произошла следующая картина нам в райт вернул 20 но поскольку мы здесь не перевели не вывели перевод строки то питончик их склеил вот это это результат нашего врайта а 20 это вывод наши функции врать ну смотрите давайте еще раз это проделаем только вот так вот вот это вывод врать а вес это 20 так бар спрашивает что сделка как оставить в тексте метку в какой кодировки будет этот текст это такая немножко действительности заигрывание с машиной времени да мы открыли файл в какой-то кодировки в этом файле написано в какой кодировки надо было его открыть обычное решение такое некоторый стандартный формат того как вот эту метку о кодировке поместить файл его сначала надо открыть как двоичный сейчас мы поговорим как открывать двоичные файлы прочитать до этой метки закрыть открыть в этой кодировке читать заново уже в ней это единственный способ хорошо значит теперь стады на стада вот это потоки в них можно писать файлами операциями вот можно например прочесть весь ввод одновременно с помощью одного рида из стады на теперь значит касаемо двоичных файлов которые тут на которые нас наводит человек с ником барс мы когда работали с файлами мы ничего не писали но на самом деле по умолчанию подразумевалось что в w это w т текст файлы были текстовый в них происходила перекодировка байтиков в строки обратно мы это все видели давайте попробуем теперь значит по-другому сделать давайте попробуем этот же файл он назывался у нас field до ну только минус c большое чтобы было хорошо видно вот он давайте его почитаем как двоичный опыт все тот же сил но на этот раз рид байны и вот он двоичный файл ну давайте для начала прям все прочтем b равняется f точка лид жмях ну кстати это он смотрите вот у нас идут пробелы пробелы они печатные символы у них код 20 шестнадцатичный но они печатные поэтому нам их вывели так а дальше вот она d 0 9 d d 0 b e d 0 9 d 0 b и короче говоря с помощью двоичной открытия файла как двоичного мы прочитали в строку типа байтс то есть в байтовую строку в точности один к одному содержимое того что у нас лежало в этом файле да если стыр нам перекрывание файл типа текст перекодировал то файл типа байнари бы ничего не перекодирует что хотите то и делайте с этими байками вот ну и точно так же выглядит и запись мы потом можем сами немножко значит покуролесить давайте мы можем сами например декодировать это бы и получить все что нужно потому что мы знаем что она вот и и или она не вот и и фи и мы можем по-другому декодировать ну и так дальше обратить так внимание на то что мы с этим бы можем работать как с массивом выковырить из него байтики вот это все и даже что-то еще с ним такое делать вот мы даже можем сделать смотреть что бы равняет там bb равняется байт ры вот бы теперь скажем что бы бы 6 чем у нас равно 157 бы 6 равняется 158 теперь давайте откроем файл на запись и запишем туда новые содержимое я надеюсь что он умеет не только байт записывать но и байты рей тоже точно и в . что мы сделали мы поменяли один байтик в этом файле уху я бы но было не а стало но потому что мы на единичку сдвинули получился о ябрь вот кстати еще одна неприятная подробность что будет если мы этот файл испортим кодировку давайте попробуем это сделать для этого нам нужно всего лишь седьмой байт сделать меньше чем 127 кажется так или даже лучше 10 до пробуем попробуем посмотреть что здесь происходит происходит какая-то гадость а теперь давайте попробуем прочесть из питона в этот самый самый интересный собственно я ради этого всю вот эту штуку и затеял вот мы его открываем вот мы его открываем он отлично открывается тогда что не так этот файл вообще в непонятной кодировки мы в нем на байтовом уровне исправили последовательность которая была в котировке и не код на какую-то фигню потому что в и не коде в никакой утф потому что вот и эфир вот такие пары байтов должны быть со знакомым битом а мы туда записали какой-то очень маленький байтик вот мне при попытке вывести это на экран получилась какая чешуя ведь ну правда что то не то а вот при попытке чтения питоном были вывезла просто исключение со словами а вот этот байт под номером позиции вот 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 здесь вот мы не можем декодировать потому что потому что не можем потому что это не в кодировке вот я возь такая вот ерунда я собственно видите у меня план в какой-то момент я понял что мы с вами будем довольно долго говорить вот на эту тему и весь контент лекции для вы им кашников я засунуть не смогу поэтому я решил дальше не писать несмотря на то что файл это вполне себе абстракция потоковая и мы видели что можно использовать стады на стадо в качестве потоков вот и не только там можно всякие другие интересные штуки в линуксе можно пайпу создавать в них писать если файл все-таки лежит на каком-то нормальном устройстве типа диска а у нас в общем последние несколько десятилетий все устройства более-менее нормально и вы знаете что это диск то к этому файлу применимая операции позиционирования вот давайте мы сейчас откроем наш файл как байтер и потому что с текстом файл с перекодировкой позиционирования вот такая вот штука она не всегда работает давайте мы его откроем на текст вот рабин и ритминги вот мы открываем какой-то файл ритминги если мы из него все прочли скажем скажем вот так вот вот он то последующей попыткой из него прочесть она вернется она она будет успешная только там ничего не будет лежать вот ситуация когда операция read возвращает вам пустую строку означает что на самом деле вы прошли конец файл почему мы дочитали до конца как перемен от перемотать на начало можно сказать вот так f.sig 0 он нам скажет на какое место мы перемотали и мы можем снова читать самого начала мы сейчас находимся вот здесь f.readline например здесь а вот здесь f.readline вот вам 1 байтовая строка вот он 2 байтовая строка вот он 3 байтовая строка ну в общем у меня поняли перемотали снова на начало вот он 1 байтовая строка 2 ну короче поднял да можно перемотать наконец можно перемотать наконец он вам скажет ой ну вернее не так 0,2 вот так вот 2 это значит в конец файла там есть какая-то константа я ее не помню извините 0 это означает что смещение от конца файла 0 то есть мы сейчас влезли в 180 находимся на сто восемьдесят восьмой позиции этого файла вот здесь вот здесь давайте посмотрим как он действительно сто восемьдесят восемь байтов действительно сто восемьдесят восемь байт вон в конце соответственно если мы хотим спозиционироваться на какой-то от конца файла вот то есть теперь мы находимся 1 2 3 4 где там 1 2 3 4 5 6 7 9 где-то вот здесь вот здесь да давайте посмотрим да не я ритая фри соврал вот здесь мы находились вот в общем вы меня поняли то значит поскольку файл содержимое файла лежит на диске мы можем с помощью операции сик бродить туда-сюда отмерять от конца от начала через единичка это значит от текущего куда-нибудь вправо или влево в смысле вперед или назад перематывать его не закрывая ходить по нему заново ну и тогда в общем дальше там довольно много всего интересного но вот это вот две таких главных задач у нас осталось 10 минут на все значит я точно не успею вам рассказать про zip и про всякие штуки давайте я две вещи такие просто покажу вот чтобы было понятно что делать дальше смотрите все это очень хорошо но в действительности открываем ли мы его в бинарном виде и в текстовом все равно эти файлы текстовые в том смысле что мы не можем записать целое число по целое число у нас ну давайте допустим у нас есть целое число и равное ну неважно чему оно целое мы не можем его записать в файл как целое число которое состоит из двух байтов до из 4 я не писал и и равняется 0 x 1 2 3 4 вот ну тут правда и 28 потому что объект описатель объекта и все остальное важно другое что в памяти это занимает 4 байта вот эти четыре байта мы в файл записать не можем если мы скажем записать в файл что-то то туда запишется 0 x вне туда запишется вот это если мы напишем что-то типа f равняется open о на запись на запись и напишем f точка в райт f точка в райт в рите допустим и он скажет не 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 только строки сконвертируйте это в строку и пишите пожалуйста окей скажем мы ну мы можем же написать что-то вот такого принт принт то можно написать туда принт что это было и файл равняется да конечно можем только что в результате будет в этом файле в результате в этом файле он назывался о будет раз два три четыре давайте мы побольше сделаем да вот мы открыли на запись подать ради но гранд хорошо там что пент есть но ну что ж такое а ну да вот записали да в этом файле будет отнюдь не 4 байта не и туда запишется а его и строковое представление этой цифра 2 цифра 3 цифра 4 цифра 5 короче вот что там будет ну ладно бы это а как прочесть оттуда это данные зная что там было целое число вот как угадать это целое число или строка нет но можно конечно проверить на то что все символы этой строки являются цифрами поэтому это наверное было число но вдруг строка такая была с этим числом поэтому первая задача которая перед нами возникает это научиться писать файлы питомские объекты таким образом чтобы потом оттуда можно было читать питомские объекты зная что это за объект не думаю не не пытаясь предложить как бы понимая что это за объект не пытаясь предположить заранее где как это выглядит ну то есть я хочу записать скажем список файл и прочесть его как список не валить не рисковать просто записать список файл прочесть список вот это или там записать в вещественное число прочитать его вещественное число не не прочитать строку и преобразовывать ее в число чтобы она прям так там хранилась как вещество это мое желание называется сериализация объекта объект должен быть превращен в некоторое представление достаточно для того чтобы потом обратно из него сконструировать тоже объект ну смотрите вот давайте мы откроем этот файл на чтение и прочтем оттуда то что мы туда записали и равняется f.read ну не рф я тороплюсь уже f.read ну естественно путь прочитали оттуда строку вот она такая да еще перевод строки мы туда записали в общем не то мы хотели да а был то у нас совсем другое был у нас в число видите получилась строка спередоваться ну короче вот значит как делать файлы хранящие стерилизованные данные то есть данные которые читаются также как записывать для этого есть питоне специальный модуль который называется забыл пикли что он делает мы этому модулю должны подсунуть файл бинарный он туда запишет в каком-то странном формате наши объекты гарантируя что потом прочтет оттуда именно эти объекты давайте это сделаем давайте мы откроем этот файл как бинарный за его дам как в райдбанере и будем туда дампить наши объекты пик . дам что куда ну скажем наше число наш файл жмяк теперь давайте запишем туда список теперь давайте запишем туда ну не знаю кортеж из строки и вещественного числа и слуну смысле объекта типа но ну хватит что это за файл такой будет это будет страшный файл потому что там все будет еще и упаковано хотя нет нифига там не упаковано видите вот этот свет вот он этот свет то есть по каким-то следам мы можем догадаться что там лежит вот но в общем не нашего этого модела какие-то какая-то какая-то информация достаточно для того чтобы что сейчас покажу чтобы что открываем этот файл как бинарный на чтение и начинаем оттуда выковыривать все что мы туда последовательно в ковыряли с помощью того же пик 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 точка лот из файла f и это у нас будет первый объект который там лежит что там первое лежало число там первым и мы записали а потом вот туда записали список а потом вот тут записали объект кортеж из строки вещественного числа и объекта то есть сохраняется тип понятное дело у него все как у людей короче говоря объект успешно стерилизован и 10 реализован то есть превращен снова в питоне объект какой он был туда даже класса можно запихивать но классов у нас вами вот соответственно если вам нужно например какие-то данные которые вы в питоне посчитали куда-то выгрузить а потом их снова загрузить и не морочиться конвертированием из строкового формата вот ваш ровно открывайте пик и зафигачивать прямо объекты закрывайте его потом когда будете вспоминать читаете обратно эти объекты все все-таки я расскажу за оставшиеся три минуты а тем более что я немножко позже начал может быть я выжжу буквально еще там три минуты времени помимо того про что я рассказывать не буду про то что под разные типы данных существует специальный парсер этих данных можно открывать zip и zip архивы видео картинки короче на любой контейнер найдется до вскрыватель вот это все понятно да то есть есть какие-то типизированные модули для работы с файлами особого типа которых в общем в питоне навал в лекциях для вмкшников был еще специальный модуль стракт который позволяет структурированные бинарные файлы использовать но мы в него играть не будем вот а во что мы поиграем этом файл у которого настоящий к настоящий прямой доступ то есть мы до сих пор пользовались файлами с последовательным доступом когда мы говорили пожалуйста значит пиши с того места где ты находишься дописывать дописывай дописывай или переместись куда-нибудь и снова читай 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 предположим мы хотим организовать файл как базу данных фактически на самом деле есть база данных вот только про это да впрочем про это даже активно говорит сейчас дайте я подгляжу как это называется дбм называется файл как база данных в чем идея использования файла как база ну как во всякой порядочной базе данных элементы базы данных записи лежат по ключам вы говорите дай мне записи вот с таким ключом и движком база данных как бы гарантируется что даже если она огромная эта база все равно поиск по ключу он быстрый там есть какие-то значит специальные способы значит как бы узнать где именно лежит ваш объект с ключом быстренько подкатить туда и быстренько оттуда прочесть слово ключ должно наводить на мысли что наверное в питоне такие базы данных где объекты хранятся по ключу очень легко сделать используя интерфейс словаря в котором объекты хранятся по ключу так именно так это устроено значит мы что делаем мы берем открываем базу данных говорим дб равняется дбм . open назовем его бейс и ей надо сказать чтобы ее на создание жмяк что это значит мы создали новую базу данных в отличие от обычных файлов отдельно create create read write дб скажем квер равняется не bd дб дб ну скажем звезы равняется по моему там только строки можно хранить вот в этом модуле дб и индексы строки и эти строки а дальше уж сами как вы преобразовываете а еще бойцы там можно ходить на самом деле собственно там именно бойцы их охраняться строки просто преобразуются в если мы тут напишем русской он кажется вы ругается но давайте проверим нет не выргался вот обратите внимание что мы сейчас перегрузили одно значение другим обратите внимание на то что в действительности ой вот у нас ключи нету вальнюс только кейс есть ну вот что-то похожее на работу со словарем а видите он по умолчанию взял и преобразовал таки в бойцы то есть охраняться именно байт все что там еще было квер вот отсутствующие отсутствующие то есть мы открыли файл этот файл организован как база данных он с эти здоровый ну не ваза база ну а видали 12 килобайтов без малого занимает вот то есть ну понятное дело что когда мы туда будем запихивать объект он не увеличится но почему так ну потому что потому что там еще индекс какие-то да там еще какая-то оптимизация короче говоря база данных действительно база данных кстати дать посмотрим какого на тип гнуты был ну это самое кто бы сомневался вот и на действительно больших объемах данных с большим количеством записей поиск по ключу работает быстрее чем попытка перемотать на какое-то непонятное место в файле как вы будете искать искать вот этот самый ездорд ездорд файле ну разве что только вот перематывая еще вот такой способ работы с файлами еще один напоминаю что этих способов работать с файлов питоне много вот в одном только стандартном питоне их десятки разных файлов поддерживаются файл типизированных но время наше вышло и поэтому если нет больше вопросов это не вопрос это наоборот совет от человека который знает что говорит игорь советует не доверять чужим запекленным данным потому что пиклены никто не проверяет их на безопасность они просто интерпретируются питоном если вам пришел какой-то непонятный файл то пытаться его залоудить с помощью пикель это фактически его выполнить так что да не стоит им доверять но если вы сами этим пользуетесь то значит бога ради вот вместо вопросов мне уже желают доброй ночи спасибо тогда видимо на сегодня все и до новых встреч через неделю лекции наши продолжаются что там будет следующий раз я пока даже не знаю